Войну Янина Лихадеевская И когда начали забирать наших всех соседей с израильской нации, конечно, это было трагичное, это было трагичное время. Мама с ними всеми была знакома и они очень нас уважали за мамин труд, за ее честность и очень нас жалели. И маму даже, когда она побежала с ними еще прощаться со своими нашими соседями Марголины, то маму нашу захватили немцы и она стояла еще в колонне на нашей же улице, а мы только в окошечко смотрели через занавесочку, там целая колонна стояла их и с маленькими детскими на руках и наши все знакомые и мама наша. И когда нам прибежала девочка и сказала, ваша мама там стоит, мы выскочили на улицу и сказали, начали плакать, они сказали, это не наши, вон ее дети. И маму со строя вывели. Жаха ухопала, а для нас счастья ихной семьи в основном сустракалися зуси меньшие немцы. Яныш и Лепш запомнилися. Идем мы в город и такая красивая поляна, кусты красивые и речка протекает. Немцы там. Мама увидела, говорит, это немцы там девочки, немцы. Что же делать, как же нам мимо их пройти, нам надо идти мимо их. Что же они с нами сделают? Слушайте, она говорит, позавяжите платочки, намажьте себе лица, чтобы вы как старушки. Мы расхохотались. Мамочка, ну как, какие мы старушки? Мама говорит, ой-ой-ой, боже мой, как же мы пройдем мимо их. Идем мимо их. Они к нам подходят к дорогу, здороваются по-своему, останавливают. Смотрят на нас. Мы молоденькие девочки. Мутер-мутер, шейные тохты. Да, сетбрудер, да, разговаривают на немецкий. Куда ходили в деревню? Ничего не несем. Еще нас угостили. Мама говорит, боже мой, а мы как наслушались, а что немцы делают, так нам же страшно было. Никто не тронул нас. Слава Богу. И прошла вся война. Ничего нам не сделали. Пашансовала, выключение, махчым атак. Але гэтые выпадки подтверждаются. И сирот офицейных ворогов есть обычные нормальные люди, які, як и ты, не хочысь войны. И готовые допомагать. Тому да гэтуль с велизарной теплнёй спадарния Анина, узгадывая немецкого войскового инженера Георга Брейера. Может быть, даже я его любила. Мы сидели за столом и кушали, ужинали. И к нам зашли два немца. Ну, все же боялись немцев. Мы тоже испугались. Что мы кушали? Мы кушали печеную картошечку. И макали его, эту картошечку, обмакивали в тарелочку, на котором была насыпана толчёная семья льняная. Льняная семья. Это было вкусное такое блюдо на ночь. Подошли к нашему столу, сели, взяли по картошечке, почистили и тоже туда. И попробовали кушать. И говорят, улыбаются и говорят, вкусно? Вкусно, значит. Ну, раз вкусно, пожалуйста, кушайте. Потом они спросили у моей мамы, а где ваш ман? Где ваш муж? Ну, мама догадалась, что они спрашивают, где мужчина. Или на войне, или где. Мама говорит, что, о, показала. За решёткой. Да. Тут они уже по-другому. И на второй день пришли с переводчиком. И стали к нам приходить. Очень часто. Почти каждый день. Особенно приходил вот этот Георг Бреер. Он строитель дорог. Он был женатый. У него был уже ребёнок. Он нам показывал фотографии. И он нам приносил кушать. Даже получал посылку с Германией. Он даже не распечатывал, приносил её нам. Там и шоколад был, там и что-то ещё. И нас угощал. И приходил с переводчиком. Приходил без переводчика. Ну, а без переводчика мы с ним ни о чём не говорили. Ну, так придёт посидеть. Посмотрит на нас. И уходит. Вы понимаете? Это был настолько выдержанный. Настолько культурный. Настолько вежливый. Он не надронулся на меня. Даже пальчиком. Вы можете представить? Они говорили там. Насиловали. Что я могу сказать? Я помню его и вижу его, как будто бы такого доброго, умного. Хотя мы не могли общаться на языке на его. Я бы теперь с ним поговорила много о чём. Но тогда мы не могли. И вот его доброту, за его доброту, за его такое уважение к нам. Он не побрезал. Он только сказал, я никого не убил и не убью. Мама говорит, надо их чем-то отблагодарить. Она связала и Августу, и Георгу связала перчатки шерстяные, шарфы. И Георгу Брееру где-то она выменяла свитер шерстяной. И они, когда пришли к нам уже прощаться, мама им за день до этого сказала, что моя дочь родила в свето-время. Только я не помню, какого числа. Или в ноябре, или в декабре. Мы потеряли документы. Нам надо теперь новые документы восстанавливать. Но не могу вспомнить её число. От всего этого, сколько было на неё этих всяких стрессов, она забыла. Ну, это было 23 ноября. И я сказала, пусть этот день останется моим днём рождения, 23 ноября, чтобы они к нам пришли попрощаться. Соседи это видели. Соседи видели, все ничего, не знаю, что они там думали о нас. Ну, эти люди о нас подумали, только хорошие. Потому что они нам ничего плохого не причинили. Ничего. Нельзя по одному немцу судить. По ихному фюреру. Всю нацию. Нельзя судить наших всех коммунистов. По нашему тоже фюреру. Они люди культурные, они люди очень чистоплотные. Они люди слова и дела. Вот это я очень хорошо запомнила.